Володя Дзуцев Превзойденным рассказчиком, азартным футбольным комментатором, еще чего много знал и умел. И при всем этом не грамма бахвальства, зазнайства, коими грешат и менее одаренные люди. Ему неведомо было чувство собственного превосходства, хотя в эрудиции, во многих областях знаний ему не было равных. Я сама частенько обращалась к нему за ответами на свои вопросы. Он действительно был энциклопедией знаний. Его так многие называли, обращаясь по любому поводу. При всем при том он оставался искренним, чистым, а в чем-то по-детски наивно трогательным человеком. Умел удивляться, радоваться, смеяться до слез, умел дружить. Спросите его друзей, и они подтвердят мои слова. Начинал он свой творческий путь с фоторепортажей. Его камера умела подмечать главное в событиях, но не упускала и деталей. На студию Володя привел его друг и сосед, талантливый фотокорреспондент телевидения Володя Мукагов. Идзотцев быстро расположил к себе коллег. Он легко сходился с людьми. Обезоруживая их своей открытостью и искренностью намерений, ему всегда легче было отдать свое, чем что-то попросить у другого. Он очень любил свой город, свою республику. При этом хорошо знал историю своего края. Его эмоциональный рассказ о далеком прошлом и о сегодняшнем дне нашего уникального города никого не оставлял равнодушным. Ни гостей, ни жителей. На пленке сохранились его экскурсии по памятным местам родного города. И сегодня его азарт, его глубокие знания предмета, его артистичность в подаче материала обезоруживает. Прошедшие сто и даже более лет в этом дворе очень многое изменилось. Когда-то вот здесь были конюшни, экипажи. С этой стороны был мангал. Когда к этому хозяину дома приходили гости, то неизменно они здесь старались отведать очень вкусный кавказский шашлык. Сохранились предания, что в мастерской Чилла Мортозалиева работал приученный медведь. Полчаса он ковал на наковальне, полчаса сидел, завязанный цепями его кормили. И так до самого вечера. Действительно медведь был приучен. Его купили в одном из проезжающих цирков. И вот этот медведь очень много помогал в работе в мастерской Чилла Мортозалиева. Улица Лекарская в Старом Владикавказе была населена мещанами, врачами, мелкими служащими, представителями свободных профессий. Милые домики выглядывали из зарослей деревьев и цветов, за которыми любовно ухаживали обыватели. Мы находимся в одном из старинных винных погребов Старого Владикавказа. С 1 июля 1902 года в Терской области была введена казенная винная монополия. Она преследовала цели. Денежные интересы казны и интересы народной нравственности. То есть уменьшение пьянства. На рубеже 19-20 века во Владикавказе проживало более 2000 персия. На ней пекли хлеб, строили дома, изготавливали кирпич, шили чувяки, занимались торговлей. О архитектуре Владикавказа в 19 веке уделяли особое внимание. Столица Терской области должна была носить органичный, соразмерный, строгий вид. Потому что и народы, населяющие Кавказ, со временем, позабыв предание военной старины, стали бы стремиться к строгим формам мирной европейской жизни. Если бы Владикавказские дома умели говорить, мы бы узнали столько интереснейших историй. Как купец Яков Славка заказывал по ответ средней дочери художнику Костахи Дагурову. Как приказчик Алексея умыкнул у Ханши Брагимбековой дорогой бриллиант, подаренный ей персидским шахом. И как шулеры из шуши обыгрывали в Орлянку ротозеев Владикавказа. Редко кто из экскурсоводов сегодня добивается такого мастерства, которым обладал Володя. Он был в своем деле виртуозом. Вел группу любителей истории по бывшему Александрскому проспекту от дома к дому и невольно погружался в далекое прошлое. Видел лица живущих сто лет назад людей, слышал их голоса, цоканье копыт лошадей, развозящих нарядных дам в открытых фаэтонах. Я сама не раз попадала под магию его уникального рассказа. Именно благодаря Володе я сегодня знаю историю, наверное, всех старинных особняков города. И не только я одна. Тогда же появились на нашем экране программы Володи Дзуцева, в которых он выступал в роли ведущего и знатока. Его аудитория стала гораздо шире. Дорогие друзья, мы стоим на фундаментах знаменитой и уникальной Тенгинской церкви. Тенгинский полк прославленный пришел во Владикавказ с Черноморской береговой линии в 1841 году. И вот эта территория была выделена Тенгинскому полку, и здесь возникла Тенгинская слободка. Вот чуть дальше были казармы Тенгинского полка, а вот это была Большая площадь. И само собой, разумеется, тенгинцы вот здесь построили деревянную церковь. Деревянная Тенгинская церковь просуществовала до 1870-х годов. А потом тенгинцы собрали деньги и великолепную пятиглавую церковь возбегли на этом месте. И церковь приняла первых прихожан в 1879 году летом. Одна интересная деталь из истории армянской церкви. Дело в том, что когда были 30-е годы, то во Владикавказе был период иконоборчества. Ломали церкви якобы для того, чтобы кирпич использовать для строительства жилья рабочему классу. А утварь, которая была из золота и серебра, она использовалась якобы советской властью для борьбы с голодом. Но рассказывают, и это действительно так и было, армянские жители Владикавказа собрались около этой церкви. И в три ряда стали, взявшись за руки. Они не пропустили наряды милиции, то есть фактически настойчивость армянских верующих людей спасла этот уникальный архитектурный и исторический памятник Владикавказа. Остинская церковь, этот холм, этот курган, эти захоронения, они сегодня источник вдохновения очень многих людей, проживающих в нашей прекрасной столице. Ранней весной 1845 года в Тифлис прибыл новый наместник Кавказа, герой Бородина, генерал-фельдбаршал Михаил Семенович Воронцов. Для знакомства с городом извозчик грузин повез наместника по Головинскому проспекту. Во времена Воронцова главная улица Тифлиса приобретала европейский респектабельный вид. Итальянские архитекторы и зодчие стали авторами здания театра Дворца Кавказского наместника Государственного банка. Местная буржуазия строила добротто и широким размахом. Слева и справа пестрели вывески. Бакалейная торговля – Казарян. Кахетинские вина – Меликян. Золотые украшения – Петросян. Воронцов читал далее. Готовое платье – Гаспарян. Трактир – Тер-Арутюнян. Это несколько смутило князя. Голубчик обратился Воронцов к грузину-изводчику. А где же ваши? Изводчик грузин послушно кивнул, экипаж свернул в узкую улочку Тифлиса. Еще издали князь увидел приземленный дом, откуда валило шашлычным чадом, и слышался хор нестроенных голосов. Господин князь произнес грузин. Там, где вы видите, написано хаши и слушайте таши, там наши. Князь рассмеялся. Эта история скоро достигла и крепости Владикавказа. Я небольшой знаток футбола, но те, кто хорошо разбирается в этом виде спорта, говорили, что репортажи Володи, комментатора, равнодушно слушать невозможно. Он завораживал зрителей своим азартом и слушать, буквально поневоле видел себя не только на трибуне стадиона, а игроком на поле. В гуще футбольной баталии таким талантом обладали единицы комментаторов, типа Озерова, Махарадзе и еще, наверное, пара мастеров своего дела. И это недосужий вымысел. Его признали корифеей футбольного дела и доверили проведение даже международных матчей, чего стоит только футбольный матч в Ливерпуле. Володя был на высоте, и она не скружила ему голову. Он никогда не отрывался от земли, от своих корней. Когда родилась и забоевала сердца телезрителей информационная программа «Ирестон сегодня», Володя вышел в прямой эфир уже как ведущий, обозреватель, и вновь покорил зрителей. Оказалось, что он разбирается не только в футболе и истории. Он блеснул своими познаниями в экономике, в политике. Он в совершенстве владел словом и очень точно и емко мог изложить материал на любую тему. Человек, никогда и нигде не обучавшись ораторскому мастерству, легко держал любую аудиторию в напряжении. Ну, а это, как говорится, либо есть, либо нет. Чем Боженька наградил? КОНЕЦ КОНЕЦ Очень жаль, что мало пожил Володя. Долго болел, рано ушел, но все равно остался в нашей памяти незаменимым. ПАМЯТЬ 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 Субтитры создавал DimaTorzok